Визит с пометкой важный. Премьер-министр Беларуси впервые посещает Бобруйск. В центре внимания Романа Головченко-Белшина промгигант в последнее время набрал хороший ход. За 9 месяцев 2020-го шинники надорговали на 123 миллиона долларов, рост 88,5%. Сюда же можно добавить 180 тысяч долларов. Это в целом экспорт услуг завода. Только за сентябрь здесь выпущено порядка 363 тысяч шин. Сейчас загруженность предприятия 78%. С таким портфелем заказов встречают главу Кабмина. Делегация направляется на само производство. Завод массовых шин – первая точка маршрута. На Белшине сейчас реализуется несколько инвестпроектов. Премьер-министр Соду отмечает. На стадии планирования допущены некоторые просчеты. Они, к слову, уже исправляются. В основном это связано с экспортной ориентацией. Но и о внутреннем рынке забывать не нужно. Одна из задач – увеличение доли бобруйских шин внутри страны. Мы не должны отдавать свой рынок абсолютно рыночными методами, без всяких запретительных, заградительных барьеров. За счет рыночных методов, за счет более правильной постановки работы увеличивать долю на отечественном рынке. Я имею в виду главным образом так называемый вторичный рынок – это шины массового потребления. Потому что для нашей автомобильной промышленности здесь практически полная монополия. Белшина мы, за исключением, наверное, каких-то эксклюзивных или уникальных мелкоштучных типов, 95% Белшина закрывает. Это очень хороший показатель и очень хороший подспорье для отечественного машиностроения. У каждого предприятия определенные этапы развития, самые трудные – принятие решения, в каком направлении двигаться дальше. На таком сейчас и находится Белшина. Техническое перевооружение, построение новой политики продаж, проектирование новинок – задачи, которые стоят перед руководством комбината. При таком багаже нельзя не сказать и о наращивании производства и прибыли. А по некоторым моделям шинники и вовсе впереди планеты всей. Гордость предприятия – вот эта огромная шина. Ее посадочный диаметр – 63 дюйма. Максимальная нагрузка – 104 тонны. В нее обуты самые большие в мире белазовские самосвалы. Роман Головченко поспешил всех успокоить. Никакой чрезвычайной ситуации в визите нет. Ведь Белшина для Бобруйска – градообразующие предприятия. Его доля в бюджете – порядка 40%. Для страны шины тоже знаковый завод. Отсюда и такое пристальное внимание на самом высоком уровне. Можно сколько угодно говорить о том, что предприятие, то есть министерство, правительство, концерн, госкомитет не должно вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятия. Мы не вмешиваемся. Но мониторим и смотрим за тем, чтобы качественно планировалась работа. То есть никто не приказывает предприятию, какую продукцию производить, на какие рынки продавать и так далее. Это заблуждение, которое зачем-то культивируется в последнее время. Пандемия пошатнула мировой рынок производителей шин. Но даже в таких экстремальных условиях предприятие доказало способность генерировать прибыль. По словам генерального директора, первый этап выздоровления – снижение собственных затрат. Следующий – посткоронавирусное восстановление на внешних рынках. Значительная доля в структуре экспорта, конечно, сегодня занимает Россия. Это объективно, это тоже крупное комплектующее предприятие России. Это карьеры, которые есть в России для нашей сверхкрупногабаритной техники, нашей сверхкрупногабаритной шины. Поэтому в первую очередь надеемся на наших проверенных партнеров, которых, в общем-то, устраивают и наши шины. В настоящее время я бы определил, что как раз драйвером роста для Белшины должен стать завод сверхкрупногабаритных шин, наши шины СКГШ. Стоит подчеркнуть, то, что у предприятия есть долги – не страшно. Более того, с помощью займового капитала развиваются все предприятия. Главный вопрос – может ли оно обслуживать свои кредиты? В разговоре с прессой премьер-министр заявил, что в этом плане у Белшины могут поучиться многие. Финансово здоровая Белшина нужна стране, резюмировал премьер-министр. Главное, на что сейчас направлены все усилия – это снижение долговой зависимости предприятия. Шины ждет большая трансформация. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.